В России есть только один хозяин, только один царь, только один настоящий мудрец и отец нации. И имя ему Владимир Кровавая Донышко. Вот он и у нас и есть единственный политик. Вот в этом смысле, в полном смысле у нас есть один политик в стране. Это Владимир Владимирович Путин, который рискует, берет на себя ответственность, который понимает, что ответственность, которая не только его коснется, а всего населения, и сделает он неправильный шаг, народ, страна могут погибнуть. Он готов умереть за свою жизнь? Я думаю, это меньшее на что он готов. Но он не готов пожертвовать своим народом и своим государством. Он не готов ни при каких обстоятельствах пожертвовать Великой России. Александр Дугин – это тот, который давно уже хотел официально короновать Бункерного. Теперь же он поясняет, что если царю надобно, он может спокойно забрать ваши жизни и жизни ваших детей. Даже ради своих маразматических идей. А вот готовность умереть за идею предполагает готовность убивать за идею? В определенных случаях – да. Потому что именно за идею. Именно за идею. Потому что в некоторых случаях, если нет иного выхода, человек должен пожертвовать собой или пожертвовать жизнью другого человека. Либо врага, либо даже друга. Цена всякой большой мысли, всякой истинной нравственности – это всегда жизнь. Ну а если вы не согласны умирать за болезненные долерии Путина, то вы просто тупые. В унисун Дугину подпевает пропагандистка Симоньян. А есть еще третья категория – тупых. Я бы сказала, самые многочисленные. Их знаете, как много? Вы не представляете. Просто здравствуй дерево. Просто пробка – подарок из Африки. Очень тяжело с ними работать. Как с пробкой. Ну надо, приходится. Их заблуждения – это и наша недоработка в том числе. Не достучались, мало стучали. Надо колотить больше, колотить и вколачивать. Потому что каким бы ни был человек тупым, при должном подходе можно вколотить. Продолжение следует... . Субтитры создавал DimaTorzok